Теперь все новые ролики выходят раньше в моем сообществе в ВК. Всем привет! Меня зовут Влад А4, Галент, Риви, Марк. И сегодня, ребята, мы снимаем прятки по цветам челлендж. Прятаться можно только на фоне определенных цветов, смотря какой костюм тебе попадет. А, ну и чтобы было интереснее, ребят, кого я найду, тот получает наказание. Не-не-не-не-не, началось. Даже не хочу знать, что за наказание ты приготовил. Придется. Нет, я спрячусь так, что ты меня не найдешь. Ну все, давайте разбирать цвета. У нас вот такой вот распределитель цветов. Нужно просто дернуть за веревочку, и ты узнаешь свой цвет. Глент, давай, ты первый. Так, по ведрам ничего не понятно. Левый, средний или правый? Ну, пускай будет правый. Давай, тяни. Красный цвет! Ничего себе! Ребята, зацените! Прикол! Так, я уже начинаю присматривать себе места. Рим, давай ты! Какой выбираешь? Левый, правый? А, я хочу в серединку. Поближе, поближе. Раз, два. Ты зеленый! Ты зеленый! Так это много всяких классных мест можно найти. Удачи! Блин, она еще эта, мелкая. Ладно, Марк, ну у тебя вариант один. Скорее всего, синий. Синий мой любимый цвет. А где твой костюм? Сейчас бегаю переоденусь. Ну что, ребят, с цветами определились? Врядки по цветам начинаются. Так, тут вообще ничего красного нету. Я не знаю. А может быть, трава? Нет. Нет, ну это вроде не мое место. Как я сюда должен залезть вообще? Каким образом? Может быть, сюда? Может, здесь? О, кстати, а это неплохо. А ну-ка. Так, нормальное место у тебя за что? Что вы за мной ходите? Это вы за мной ходите? Я первая сюда побежала. Так, стоп. Влад будет получать усложнение каждые 5 минут. Нам нужно максимально тянуть время. Тоже верно. Давайте будем его наталкивать на ложный след. Точнее, разбежались и делаем ловушки. Погнали. Прикольная идея. Марк, может быть, там что-нибудь? Давай, 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 да. Типа стоя. О, по размерам вроде подходит. Хотя, может, это даже не ловушка, такой мягкий. Как будто под ним даже можно спрятаться. Так, где-нибудь там, где побольше предметов. Так, я завязал инвиз, ребята. Если сверху хоть смотреть, видно или нет? Я понимаю, что я сказал делать ловушки, я сам сразу спрятался. Но, блин, я думаю, они вдвоем справятся. Но у меня будет больше времени на прятки. Тем более, я в таком очевидном месте. Я думаю, что Влад его тупо заигнорирует. Но никто бы не догадался прятаться прямо посреди двора. Опа, смотрите, что я нашел. У меня появилась крутая идея. Что, догадываетесь, о чем я? Это штора, и она синего цвета. Эй, ты, пельмень! Ты что, разлегся? Мы должны ловушки вместе делать. Ты что творишь? Вы что, вы не сделаете ловушки или что? Ну, сори, я не могла пробежать мимо тебя. Ты лежишь тут, такой пончик весь надутый. Слишком палевно, Глент. Он бы тебя нашел в первую секунду. Я тебе даже помогла. Может, не благодарить. Ладно, все, буду делать ваши ловушки. Спасибо, что помогла. Пожалуйста. Идеальное место для ловушки. Ладно, ты тут разбирайся у дачки. Не уже! Так нормально, прячься! Свали, свали, я сам знаю, где мне прятаться. Ты знаешь, сколько я в прятки играл? 800 тысяч раз. Это без учета канала А4. Так, не зря он здесь лежит. Так, ну вроде нормально, но у меня есть еще одна идейка. Так, где мы тут спрятаться? Значит, задний двор. А, наверное, если я туда спрячусь, это уже будет небольшое читерство. Поэтому нужно найти что-нибудь удобнее. Я, конечно, не подумала, что если я сегодня буду сидеть в траве, то это будет куча всяких насекомых, а может быть, змеи. Но, надеюсь, я найду что-нибудь покомфортнее. Раз у нас есть эта штора, если честно, даже ничего придумывать не хочу. Погнали! Так, тут где-то был баллончик. О, вот он он. Да. Синий цвет, то, что нужно. Итак, смотрите, ставим манекен. Берем этот баллончик и занимаемся творчеством. Закрашиваем синий цвет. Оп, как хорошо-то получается. По-моему, вообще не отличить. Продолжаем. Супер, готово! Влад, это для тебя. Кладовка и елка. Ребята, мне, как подфартило, у меня тут есть своя елка. Офигенно, я же могу сейчас что-то с ней придумать. Так, надо придумать, может быть, ее сюда поставить. Или поставлю ее в дом. Влад такой идет, смотрит, елка. Откуда елка, это же не сезон, думает. Клупенькая Риви спряталась в елке, а там вместо Риви его будет ждать сюрпризик. Ну, Влад, держись. Итак, вашему вниманию гениальная разработка от Марка. Влад 100% подумает то, что я новичок, неопытный, ничего не шарю. А я вот так вот сделаю. Опа. Итак, Влад приходит, смотрит сюда вниз, думает, что за ножки тут торчат? Синего цвета. Ну, и думает, это же Марк, ножки синие, он только учится. А на самом деле я украл его драгоценное время и гениально спрячусь. Ребята, моя ловушка готова. Посмотрите, Влад подумает, что это я, Риви. Он такой заходит, говорит, ага, Риви, попалась. А на самом деле теряет время. И дверь приоткроем, будто там кто-то есть. Я на заднем дворе, и посмотрите, что я здесь нашел. Есть вот такой вот краснющий гамак. В теории надо попробовать. Ну что, на гамаке же плед оставляют? Оставляют. Тут даже просвет, я даже могу видеть, что происходит. Ничего себе. О, привет, я вас вижу, прикиньте. Ау, блин, фигня неустойчивая. Я могу упасть в самый ответственный момент, когда Влад будет здесь все проверять. А если на фоне красной стены? Меня будет видно? Эй, я здесь, если что? Ну, замаскировался, сами понимаете. О, это же теннисный стол. Мне кажется, я идеально смогу слиться с ним. Опа, вроде бы по цвету норм, но, мне кажется, по рельефу не попадаю. Он чуть не развалился, мне кажется, это был правильный выбор уйти отсюда. Стена оранжевая, вроде оттенок мой. Но я никак с этим не могу слиться. Вот же цвет выпал, такой яркий, такой насыщенный. Опа, бассейн с шариками. Ага, правда, они разноцветные. А если немного закопаться? Так, так, ручка до себя где-то. Да есть одна проблема, в этом бассейне будет один огромный шарик, если я надену капюшон. Да и шарики разноцветные. А если оставить только красные? Так, за борт. Я думаю, мне на это понадобится где-то минуты 3. В целом, я все успеваю. Опа, так, так, так. По цвету подходит, можно попробовать спрятаться. Так. О, смотрите, как будто просто накрыли кресло пледиком и ничего не видно. Но все равно, как-то палевно. Сортировка закончилась, ребята, и есть одна вещь, которую я не подрассчитал. Красных шариков очень мало! Зачем я на это время тратил? Надо искать какое-то место получше. А что если... Ой, бочечки! Идеально подходит под мой цвет. Что, как? Сливаюсь? Или может, может... Может так? Нормально? Ай, место вообще имба. Но хочется, блин, какого-то своего логова, что ли, чтобы меня прикрывало, чтобы у меня были свои стены. Если я их смогу забрать с собой и построить башню, то будет норм. Да нет, вообще без вариантов. Пойду искать другое место. Да, согласен, дурацкая идея. Влад меня сразу найдет, может еще и прикольнуться и решить в бильярд сыграть. И тогда будет очень плохо. Я еще думал, может на фоне картины стать. Ну, знаете. Знаете, там современное искусство, все дела, но, блин, Влад точно меня спалит. Он человек не глупый, опыта в прятках у него очень много. А время-то идет. Интересно, где ребята спрятались? Да это бесполезно, меня сразу найдут. Я столько времени потратила, чтобы кто-то найти, и ничего. В этом доме очень мало зеленого. И вот куда прятаться обычной девушке в зеленом костюме? Надоело искать, где спрятаться. Вот первое, что найду, туда и спрячусь. Ребята, вы вообще когда-нибудь такое видели? Горка в доме настоящая. Кажется, я нашел место для пряток. Самое главное, не подскользнуться и не улететь в воду. Это реально ювелирная работа. Так, так, спокойно. Надо слиться с красным светом. Здесь мне не то, что найти, просто подумать о том, что я могу здесь быть, просто невозможно. Ребята, смотрите, я выиграл эту игру и эту жизнь. Я в синем цвете, но могу перемещаться абсолютно по всему дому. А если кто-то будет меня искать, я резко, оп, и притворился ковром. Ну, типа кто-то шел и облокотил ковер на стену. Но потом Влад прошел мимо, а я продолжаю свой путь. Вот оно, идеальный способ спрятаться. Как же мне? Так вот, надеюсь, в этом Влад меня даже не найдет. Ну да, в шкафу это, конечно, банальное местечко. Но надеюсь, что оно настолько банальное, что надеюсь, что Влад даже не подумает, что кто-то может спрятаться в шкафу. А это кто-то, это я. Так. Это сложнее, чем я думала. Пара штрихов и готово. Остается ждать. Ребята, на прятки попросили целую вечность. Ну все, времечко прошло. Надеюсь, они успели хорошо спрятаться. Чувствую, что риви найду первой. Деревья? Они же какие? Зеленые. Я думал, если эта штука зеленая, значит, она точно должна была ей воспользоваться. Газонов и деревьев здесь еще много. Найдется еще в вашей риви. Кстати, ребята, пользуясь случаем, прошу подписаться на канал А4. Здесь классные ролики и отличный развлекательный контент. Я иду искать. Кто там у нас красненький? Глент? Не, я думаю, что он не такой простой. Хотя, может быть, в этом его и гениальность. Прятаться в самом видном месте. Все-таки думаю, что это не он. Я его слишком хорошо знаю. Поэтому я могу сделать вот так. Глент был бы помягче. Это что-то из бетона, походу. Я, кажется, понял. Конечно. Подложил мне манекена, но ничего. Это читалось? Ничего, погоди, я тебя еще найду. Ребята, я считаю, что это просто супер место. Ну, типа я вешалка или больно? Я еще не поняла, кто я. Потому что на газоне меня будет очень видно. На дерево я не залезу. А ведра вообще дурацкие. Влад по мне 100% там нашел. А я не хочу, чтобы меня находили первой. Интересно, где ребята спрятались? Я больше не жертва, а хищник. Опа, ребята, я нашел место намного круче, чем этот ковер. Там огромный бассейн. Кажется, я слышал марка. Или показалось? Ой, какая она холодная. Э, Володь. Что тебе? Тут вообще-то занято. Ну тут как бы не написано. Извините. Ладно, все, не ной. Только давай залазь и не шуми. Влад уже ищет. Все, окей, окей, без проблем. Жесть, как холодно. Попробую нырнуть. Трубка не должна под воду погружаться. Алло, Марк. Я сейчас беру вот тот матрас и ныряю под него. Буду там сидеть. Ну вот, собственно говоря, и матрас. Но я придумал, короче, залезу туда, в самый центр. Буду с ним там. Э, ты куда лезешь? Ты меня запалишь, алло. Шторы, да. Ну за шторами может спрятаться только ребенок. Маленький мальчик. Вот такой вот школьник. Но синий цвет, синий цвет у Марка. А он, мы знаем, новичок в прятках. Поэтому он мог спрятаться в таком палевном месте. Ах, вы гребаные читеры! Берут и просто тянут мое время. Ах, таймер. Я про него совсем забыл. Так, давайте, ребята, расскажу, что это значит. Каждые пять минут я буду получать усложнения, которые будут мне мешать искать ребят. И сейчас будет первое. Вот блин, ребята. А, ребята-то знали про это правило, поэтому напихали мне по всему дому ловушек. Ну ничего, я чемпион в прятках. Ни одно усложнение мне не помешает выиграть. Так, что это? Ха, всего лишь 3D очки. Оу. Я понял. Цвета. Теперь я вижу только красный и синий цвет. Не, ну, ребята, это капец. Это усложняет дело. Вы сами взгляните. Если зрение мне не подводит, потому что очки меня подводят, это зеленый. Угу. Елка же, конечно. А это типа Риви, смотрите. Типа ее зеленая голова. Да, 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 да. А тело где? Тело? Не вижу. Да. Это просто плохая ловушка, ребята. Да что он делает, ребята? Он меня палит. Бурбулит водой, кричит, тарахтит. Тюбик, блин. Давайте взорвем яйкбошку. О, тихо. Еще и Влад где-то близко. Попался на мою ловушку. Значит, он в соседней комнате. Надеюсь, сюда он не заклянет. Так, Риви, не дыши. Мне нужно срочно перепрятаться. Забирай это место себе. Тебя все равно сейчас спалят. Да не спалят меня. А ты еще громче пари, тогда точно не спалят. Ага, никого. Да, в этой комнате пусто. Идем дальше. Блин, я вообще не понимаю, где я, Влад? Ничего не слышу под водой. Надо искать срочно новое место. У меня вообще, пока я сидел под водой, появилась офигенная идея. Пойдемте покажу. Я эту бочку еще в самом начале заприметил, как запасной вариант. Ну, вот теперь-то она мне и пригодится. А еще смотрите, что у меня есть. Целое ведро слив. Погружаюсь в эту бочку. И засыпаю себя сливами. Я, если честно, рассчитывал, что сливы будут на поверхности плавать, а не на дне. Слив нет, да и трубка палевная. Я пловец. Если вдруг вдруг сюда зайдет, я погружусь на самое дно и буду сидеть там точно пару минут. Ну, потому что других вариантов-то уже и нет, да и перепрятываться некуда. А бассейн какого цвета? Синего, ага. Синий цвет, вода. Что объединяет эти вещи, а? Марк. Так что я думаю, этот водоплавающий где-то здесь. Так, зацените, ласты тоже синие, это знак. У меня всего две попытки. Вы его видите? Что-то никакого марка я не вижу. А горка, это же красная. Красная это Глент. Может он там? Проверим, да? Погнали. Это же если он меня услышит, поедет вниз, я его замечу. Я иду. Я проверю каждый сантиметр этой горки и найду тебя. Наверное, он там дальше. Так, осторожно. Конец горки уже близко. Он, наверное, там. Привет, папа. Глент! А, ни Марка, ни Глента, ни Риви. О, опять таймер. Ну что, ребят, пойдемте наверх. Узнаем, какое меня ждет наказание. Вот такие вот пищащие курицы на ногах. Ну, хорошо, что хоть от этих очков могу теперь избавиться. Правда, они теперь меня будут слышать за километр. На. Тюбик. Ближайшие пару минут. Это будет мой любимый звук. Ну ладно, у меня есть две версии по поводу красного цвета. Посмотрите сюда. Красный душ. Хм-хм-хм. Давайте проверим эту теорию. Ну и всякий случай. Мало ли, маскировка слишком хорошая. Переходим ко второй версии. Тут есть кое-что большое и очень красное. Пойдемте, покажи. Бильярдный стол. И посмотрите, мне кажется, это самая красная вещь в этом доме. Вот здесь есть какое-то двойное дно. Ммм, нет. Но забить этот красный шар я должен. Да. Ты почти попался, Глентик. Как и этот шар. Нет. Ребят, мне очень повезло. То, что Владу выпало такое усложнение. Теперь я хотя бы могу понимать, где он. Он уже проходил мимо меня, но мне очень повезло, что он переключился на горку. Мои диваны слишком привлекают внимание. Я просто хочу свалить из дома. Я меняю тактику. Я решил, что перевернув все красное в этом доме, я капитально взялся за один цвет. За красный. Ничего. Место на самом деле хорошее. Я думаю, Глент просто до него не додумался. Так. Ну что, на месте Глента я бы был вот здесь. Нет, слишком мало места для него. Что тут еще красненькое? О, Глент и Марк в одном месте, представляете? И, оп, Марка нет. Наверное, есть где-то Глент. Так, вроде бы нету. Ну, если меня злить, вы видите, что будет, да? Ага. Немного красного. Давайте перевернем. Красные подушки. И никакого красного Глента. Опять таймер. Блин, как время быстро летит. Ну, давайте узнаем, что мне досталось. Ребята, я уже окоченел. Жесть просто как. У меня, в принципе, появилась идейка. Попробую решить свою проблему. Как же холодно. Блин, как же у меня затекли ноги, вы не представляете. Надеюсь, он поскорее найдет ребят. И я выберусь на свободу. Двери. Кажется, это ручка. Так. Так. А. Объект, похожий на человека. Я, правда, не вижу, какой это цвет. Но это и не важно. Главное, что я, наконец-то, кого-то нашел. Какая-то слишком мягкая. Это, походу, ловушка. Я сюда так долго полз. Я тут чайничек успел скипятить. Сейчас полью воду, и она станет теплой. Красная, красная. Любой красный предмет. Перчатки-то нет. Лопата какая-то. Мне как-то не все. Чекпот. Зацените, какой красный шланг. Сейчас с ним замотаюсь. Что ты так пугаешь? У меня чуть-чуть инфарк не случился. А ты тут что забыл? Да, Влад, в доме я решил перепрянуться. Ладно, сиди здесь тихо, чтобы не спалил нас. Ты что, тихо, давай, под воду. Дверь, наконец-то. Я нашел какое-то помещение. Ребята, я готов просто сесть и ждать, пока прозвенит следующий таймер, потому что я ничего не вижу. О, камера. Это похоже на шкаф. Банально, но проверим. Куча вещей. Ну, конечно. Здесь слишком мало места, чтобы спрятаться. Так, пойдем. Буду двигаться медленно. Шесть. Я была уверена, что он меня вот-вот найдет. Вот это мне повезло. Получается, у меня самое кайфовое место в прятках. Он 100% второй раз сюда не полезет. Ура! Таймер. Слушайте, ребят, я понимаю примерно, для чего мне закрыли один глаз. Ну, вот зачем мне парик на голове? В принципе, это и не важно. Теперь у меня есть скорость, и я побежал искать. Ура! Так. Выглядит, конечно, ну очень простовато. Ну, конечно, нет! Ладно, время идет. Пока я мобильный, нужно ускоряться. Что, ребята, красный на красном идеально. Харт-барт. Достойное местечко у тебя. Оно прикольное, в отличие от твоего. А это что? О, не понял. А почему вода разлита? Чайник, трубка. Марк, это как так-то? А может, его убрали конкуренты? А, Марк, ты меня напугал и обрадовал. Что, нашел меня? Нет. Нашел, конечно. Ты первый. Да блин. Давай, вылазь и готовься к наказанию. Вот это я молодец. Слушайте, надо поторопиться. Переключаемся на зеленый. Блин, место же идеальное было. Ну как так? Надеюсь, Марк меня не спалит. Опа-на. Зачем здесь тазики и ведра на веревках? Мне кажется, на яйце в этом смысл. Отвлечь меня, чтобы я тратил время пустую. Я уже пробежал каждую комнату, каждый уголок. Или погодите. Когда я был в сварочной маске, я одну комнату слабо проверил. Не полностью. Где она была? Зеленый. Кажется, я уже ненавижу зеленый. Вы живы? Ой, извините. Просто я уже не могу на эти цвета смотреть. Фух, ладно, все. Нужно не забывать про игру. Кажись, да, вот эту комнату я не до конца проверил. Сейчас. А, да, да, да. Вот помню, вот этот шкаф слева. Еще вы тут стояли. По-моему, я не прочекал вот эту вот кровать. И вот этот вот шкаф. И раз, два, три. Так. Блин, нету здесь никого. Да ладно, я увидел здесь Риви. Ты как вообще туда залезла? Старалась спрятаться так, чтобы ты меня не нашел. Проходил тут мимо, искал, никак не мог найти, а потом что тебе в голову стукнуло. Да я был в сварочной маске, конечно, я ничего не заметил. Только думала, идеальное место нашла. Наказание. Блин. Тебе понравится, не волнуйся. Ну, а у меня остался только Глент. А что ты, подскажешь, где? Нет, иди, ищи. Найду, найду. О, ну что, Глентика не нашел? Не нашел, все, время закончилось. Говорите, где он? Так он там, где ты меня нашел, напротив бочки. В смысле, возле бочки? Ты серьезно? Да, прикинь, он прям напротив меня сидел. А ты что, не заметил? Нет. Все, Глент, выходи. Марк сказал, что ты где-то здесь. Где-то напротив боч... ...чки. Ты серьезно? А, а время вышло? Да, ты выиграл. Да ладно? Классное место, реально. У меня здесь все лицо вспотело. Меня комары покусали. Ну, это сладкий вкус победы. Ну, пойдем к ребятам. Тан-таран-тан-тан. Ну что, Марк, начнем с тебя. Тебе нужно кремом помыть голову. Да. Let's go! Тут витамин Е. И, О, Т. Тут написано, П, О, Д, П, И, шесть. Обалдеть! Витамин подпишись, ребят. Ну что, как, вспенил? Ну, пахнет круто. Ты ладно, смывай, беги в душ уже. Можно без кремов? Крема не будет. Нужно будет встать в жир. Ногами. Шпроты. Нет! Нет, как у нас. Шпротики. Ребята, я не хочу. Топчи виноградный шпрот. Тебе нужно это растоптать. Давай, давай. Ребята, не клопи. Это песок. Это, ну, жидкий песок на речке. Нет, это вонючая рыба засаленная. Колется, она вся в чешуе. Нет, все, все, все. Я, если честно, шпротики в детстве любил. Под ногти полилась? Давай, побежала, побежала. Ну что, ребята, вот такой вот у нас ролик получился. Если он вам понравился, обязательно ставьте лайк, напишите приятный комментарий и, конечно же, подпишитесь на канал. Ну а с вами был я, меня зовут Влад А4, Глент, Иви, Марк. Всем пока!